Аудиоспектакль на новогоднюю тему вместо привычной постановки на сцене. Такое решение приняли педагоги и ученики 25-й Ильинской школы. В условиях ограничений, введенных в последнее время, всем вместе собраться нет возможности. А праздничную атмосферу в учебном заведении создать хочется. Выбор пал на сказку, любимую многими. Я озвучивала ведьму Аскольту. И сказка «Холодное сердце» называется. Очень интересная на самом деле, правда такая. Я думаю, детям понравится на самом деле. Если бы я была в их возрасте, то это как-то необычно и на самом деле очень прикольно. Здорово. Мне сразу дали эту роль. Я не выбирала. Нам сразу распределили эти роли. И мне досталась мадам Безе. Ну я очень рада. Мне нравится эта роль. Она мне, знаете, подходит как-то. Этот проект мы реализуем впервые. Театру микрофона для нас это нечто новое. Мы никогда в таком формате не работали. Ну в связи с эпидемиологической обстановкой нам просто мы были вынуждены подобрать тот формат, который мы можем провести. И в то же время, чтобы поздравить детей и задействовать наших активных ребят творческих, которые могут в этом поучаствовать. По словам участников формата, этот опыт для них новый и тем он еще интереснее. Девочки, энергичнее. Отдыхать будем потом. Сегодня на каждом праздничном столе должно быть наше лакомство. Какое же рождество без тортика от мадам Безе. И как следует взбивайте сахарную пену. Она должна быть воздушной, как перья ангелов. В связи с вот этим аудиоспектаклем, спектаклем мы читаем по бумажке. То есть абсолютно мы не учим, а по бумажке. И стараюсь делать так, конечно, чтобы это было не чисто по бумажке, а как будто я сама читаю это. И поэтому где-то там стараюсь свои новые слова придумать. Какие-то пословицы иногда даже вставляем вместе. Было сложно, потому что впервые мы работали именно так. Тогда, когда тебя не видно, тогда, когда голосом нужно передать все эмоции, внешность персонажа, то, что он делает. И мы старались, надеемся, что у нас получится. Работа совместная. Подключились даже психологи в подмогу ребятам для более точного погружения в образ. Очень приятно работать, и коллектив у нас очень приятный в школе. Поэтому последний год, в этом году 11 класс, я буду скучать очень, на самом деле, по таким дням, вечерам. Очень часто мы допоздна остаемся в школе после уроков, после седьмого, восьмого урока. Но это приятно, это даже приятная усталость вечером, знаете, все равно. Главное, чтобы это не мешало подготовке к экзаменам. Все у нас идет, в принципе, слаженно так. Я люблю, когда нам говорят, что девчата, вы нам должны, вы нам как бы нужны, чтобы нам помочь. И я такая, да, я с удовольствием, потому что я очень люблю детей. Персонажей там достаточно много, там порядка десяти человек участвуют, плюс участвует педагог, озвучивает тоже роли. Стараемся сделать, чтобы задействовать по максимуму всех. Да, это новое, да, это интересно. Пока сложно, но я думаю, что мы сможем дальше развить это направление и поработать в нем дальше. На завершении записи и монтажа со всеми специальными звуковыми эффектами остается несколько дней. И сказка выйдет в эфир. Организаторы надеются, аудиосказка придется по нраву школьникам. Ее продолжительность один час. Какой прекрасный портрет он оставил о себе на память. А это Добровель, садовник, мечтавший вырастить куст синих роз. Алена Иванова, Сергей Григорьев, Андрей Минкин для программы «Городские вести».